Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, и мне так понравилось делать всякие анбоксинги, обзоры, что я сегодня решила сделать обзор на вот такой чудесный музыкальный инструмент из фикс-прайса. Анбоксинга, Дарья! Но перед началом этого ролика напоминаю тебе, дорогой мой дружок-пирожок, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити, и именно ты, дорогой мой друг, можешь помочь мне достичь эту цель. Ну а сейчас садись поудобнее, мне уже стало интересно, и будем делать... Она уже что-то звучит. Узнавать, что это за штука. Анбоксинга, Дарья! Наверное, вас задается вопрос, Даша, зачем тебе оно надо? В общем, я в последнее время, видимо, это с возрастом, мне понравилось ходить в фикс-прайс. Всякие штуки там для хозяйства, покупать порошок, между прочим, там выгодно брать. И я как-то проходила мимо вот этой секции с игрушками, увидела вот этот вот инструмент. Но сначала я долго думала, думаю, Дарья, ну зачем? Ну вот зачем? Стоит еще 200 рублей? Думаю, жаба душит прям вообще. А я помню фикс-прайс, когда он был 33 рубля, а тут целых 200 за какую-то игрушку. Я вот думала, ходила, думаю, ладно, в следующий раз возьму ее. Потом захожу в этот фикс-прайс, а этой игрушки нет. То есть она была последняя вот там на тот момент. Мне пришлось сходить в 4 фикс-прайса, чтобы ее найти. Я нашла, там был последний вот этот вот сие непонятно что. Я решила, наконец-таки, это купить, показать вам, что же это такое. Начнем, конечно же, с комплектации. В общем, вот эта все электрогитара продается в таком вот виде в коробочке. Тут никакой крышки нет, то есть это вот оригинал. Также, да, оно позиционируется как игрушка электрогитара, но тут 4 струны. Я подразумеваю, что все-таки это не электрогитара, а электроукалелия. Насколько она будет электро, мы еще пока не знаем. Но давайте будем думать, что это все-таки какое-то недоукалелие. Также, что меня заинтересовало, производитель утверждает, что мы почувствуем себя настоящей звездой. А потом я посмотрела на этого чувака в очках, и он стоит где-то в непонятно облаках. Видимо, собрал олимпийский, поэтому я тоже захотела быть такой же, как он. И купила этот инструмент. Также, производитель утверждает, что эта игрушка рекомендуется с 3 лет, а мне уже 3 умножить на 7, так что я думаю, вхожу в эту категорию. Да, напоминаю, эта игрушка стоила 199 рублей, и если она не издаст мне никакого внятного звука, или хотя бы не включится, потому что тут у нас какие-то вау должно быть, то я считаю, что это деньги на ветер. Если она прям сверх меня удовлетворит, я скажу, что да, это суперкрутой инструмент. В общем, также нам говорят, что тут встроено 30 мелодий, и я пока не совсем понимаю, как же нам их играть, тем более, если должно быть для ребенка. Это не все, что нам говорит производитель. Также написано, что гриф гитары светится, но я не совсем понимаю, как трехлетний ребенок знает, что такое гриф. Ну, если что, если ты не трехлетний ребенок, то гриф это вот эта вот штука. Но она у вас не должна светиться, у вас там должны быть нормальные лады. Тут их как раз таки нет. И, конечно же, нам написано, что нажми на кнопку, получишь результат. Простите. Также нам последние говорят, что если нажать на какую-то там кнопку, то можно повторить мелодию, сыграв ее на струнах. Опять же, как это должно происходить, я не совсем понимаю. То есть она будет светиться или что-то там будет светиться, и я должна это зажать. Пока фиг поймешь. Ну ладно, давайте ее, короче, достанем. Барварским способом, естественно, что мы тут. А, да, забыла вам кое-что сказать. Я так понимаю, что в комплект у нас, собственно, батарейки-то не входят. Поэтому нам сразу говорят, если ты хочешь стать такой же крутой рок-звездой, как вот этот пацаненок, тебе придется еще докупить батарейки. И тоже из Фикс Прайса. Между прочим, тут они реально показаны батарейки из Фикс Прайса. И вот что я заметила, пока вот это все читала. Нам говорится, что изделие подлежит хранению, транспортировке и реализации только в упаковке производителя. То есть в этой самой коробке. Я не понимаю, как оно нас спасет от дождя, от ветра и снегопада, вот эта коробочка, вот этот чудесный инструмент. Ну, короче, я не знаю. Так, это мы, конечно, сохраним. Ну, вдруг я пойду в переходе играть. Сио, чудо, выглядит вот таким вот образом. Но, кстати, знаете, выглядит-то прикольно. Тут даже есть свой дизайн, типа музыка My Life. My Life, My Rules. Тут неплохие колки. Я сразу заметила, неплохие колки. Но я не совсем уверена, можно ли это вообще настроить. Потому что я сразу заметила, что тут идут вот эти четыре струны. И они идут не как по отдельности, да? А они взаимосвязаны друг с другом. То есть я подразумеваю, если я буду натягивать одну струну, соответственно, другая будет растягиваться. Ну, посмотрим. Ну, если что, я не сильно надеюсь на то, что она будет строить. Ну, мы ее попытаемся, конечно, настроить. Ну, не знаю, фиг знает. Унбоксинг от Дарри. Первые звуки у нас будут такими. И мне кажется, это будут и последние звуки. Блин, ну, по сути, по сути, мне вот прям нравится. То есть, ну, вот кроме вот этой наклейки, она убогая. Презентации такие в панте я обычно ставила. Да, заметьте, заметьте, вот у нас вот по корпусу тоже ноты. Ноты, да, различные, длительности, всякие ключи, скрипичные, не скрипичные. Опять же, как ребенок знает, что такое ноты, я тоже не понимаю. Многие до сих пор не знают, что такое ноты. Ничего страшного, у меня есть видос на канале про ноты, я там, если что, объясняю. Я думаю, надо сначала батарейки вставить, а потом уже посмотреть, что она из себя представляет. А, да, заметила пока вот этот вот динамик, это, скорее всего, звук будет исходить. То есть, я буду держать таким образом, а звук будет вот так вот мне что-ли бить. Я пока не понимаю. Что мы сделаем настоящий рок? Блин, еще фиг не откроешь, как бы приходится откручивать этот маленький болтик, чтобы поставить батарейки. Ну, а что вы хотели рок-звезду, и не так все просто встать? Вот скажите мне честно, вы тоже путаете плюс и минус батарейки, когда нас просят, что-то куда-то их поставить? Вот я, например, да. Плюс... Тут... Ага. А, может, на кнопку? А как это выключить? И это я должна повторить? Типа, стой, 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 погоди. Мне написано о том, что, еще раз, нажми на кнопку, попробуй повторить мелодию, сыграв ее на струнах. Какая играет собственная мелодия? Вот это я должна попробовать повторить? Анбоксинга, Дарри. Так, тут уже пошли какие-то чурские напевы. Ну, ладно, стой, 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 стой. Ну, она уже работает, это уже хорошо. Давайте мы сейчас лучше это ставим на сладкое, попробуем ее настроить, что-нибудь сыграть. Окей, погнали. Повторюсь, я на нее планов вообще никаких не ставлю, потому что я не думаю, что она вообще будет строить. Я думаю, скорее тут колки сломаются, чем струны порвутся. Я думаю, что нам тюнер вообще, в принципе, не понадобится. Вообще, мы просто вот так вот что-нибудь покрутим. Так, аккуратно. Ага, ну, во-во-во, о чем я говорила? Смотрите. Еще раз. Опа, они встают обратно, короче. Смысла нет что-то тут крутить. Они все равно. Нет, по сути, по сути, то ее на, как бы, она тянется, какие-то тут ноты-то есть. Бенды вообще не нужно делать. Вот тут ручками струны сделают все за вас. Вот вам урок. А, такое ощущение, как будто тут стоит блок, что ли, как вам объяснить? То есть я вот ее натягиваю. Как бы я ни натягивала, она все равно сейчас вернется в то состояние, с которого я начинала. Ну вот. Окей, ладно, я понимаю, что это дохлый номер ее попытаться настроить, но давайте попробуем что-нибудь зажать в ней. Естественно, тут никаких ладов нет, не может быть перечи, но мы представим, что у нас есть лады и посмотрим. Может, что-то будет. Все понятно, тюркские напевы еще. Ставь лайк, если ты узнал, что это за мелодия. Ну нет, я как бы зажимаю в разных местах, и она звучит по-разному. По сути, если первое и второе ухо закрыть, то может и неплохо звучать. Окей, погнали, давайте что-нибудь попытаемся сыграть. И, ну, конечно, я думаю, надо сыграть в классику. Границы ключ перебрят потолок. Я не знаю, чем больше я дергаю эти струны, тем больше меня почему-то прикалывает. Ко-ко-ко-ко-ко-ко, прямо в мое сердце, прямо в ку-ку-ру, ку-ку-ку-ку-ку-ру, ку-ку-ку-ку-ку-ку-ру. Да, знаете, в чем прикол? Я вот ее типа настроила, и тут есть какие-то ноты. То есть, по сути, никаких-то, ну, про строя стандартные укулеле вообще не говорю, ну, как бы тут есть какие-то ноты, и я когда зажимаю в разных, представим, что тут лады-ладах, и тут тоже какие-то есть ноты, но они в хаотичном порядке. То есть у нас как, вот, допустим, берём с этим любую струну на укулеле, допустим, первую, да, у нас ноля она настроена, и получается, чем больше я зажимаю, допустим, первый, второй, третий, лад, четвёртый, она у нас идёт по полутонам, эта нота, то есть, а, это будет у нас открытая, получается, соответственно, если первый лад я зажму, то будет ля диез, потом си, до, до, дис, рэ, рэ, дис, ну, то есть у нас идёт по полутонам эта нота, а тут вообще в хаотичном порядке, то есть я, мне кажется, в последнее время рэперы так и сочиняют свои песни. Анбоксинга, Дарри. Давай, мы сейчас её попытаемся включить, как бы мы её включили, а нам, а, кстати, может, тут инструкция есть? Нет, нет инструкции. Ну, тут нам написано было, что какие-то кнопочки нажми, попробуй сыграть эту мелодию, погнали. А как я должна это сыграть, то есть? А, я ладонью задела другую кнопочку, пошла уже другая песня. Ну, можно послушать, как радио, типа, сидите? О, пошла татарская музыка, ну-ка. Смотрите, в чём прикол. Просто, чё нам говорят, вот, нажми на кнопку, попробуй повторить мелодию, сыграв её на струнах. Как я её должна сыграть, если тут вообще, это вообще другое? Как? Типа, ребёнок должен быть абсолютненьким, с абсолютным слухом, слышать ноты, чё? Я не понимаю. Вот это мне прям вообще... Я вот сейчас понажимала на разные штуки, Идентично. Вы это слышите? Ай! Блин, в клёвую песню зажал. Проблема, проблема, рука большая, я кладу ладонь свою, и она задевает эту кнопочку. Блин, на самом деле у меня уже начинает болеть голова. Я думаю, что всё-таки там есть около 30 штук, если нам производитель не врёт. Там действительно 30 мелодий. Я не совсем понимаю, как ребёнок это должен сыграть. Ну, как бы, я отдаю от себя отчёт, что я слишком предвзято, как бы, отношусь, жду чего-то вау за 200 рублей. Но, ребят, то, что оно включилось, это уже шок. Анбоксинга, Дарри! Давай теперь подведём итог этой ванханалии. По сути, дизайн мне понравился, если ты её не включаешь. Какие-то есть хаотичные ноты, но настроить вообще нет смысла ничего. Сама быстрее настроюсь, чем она. Как бы работает, включается уже хорошо. Непонятно, почему динамик находится именно здесь, а не где-то сбоку, потому что, ну, блин, а что я хочу за 200 рублей? Я прижимаю её к себе, звук сразу глушится. Ну, какие мелодии, ребята! Это просто шлягеры. Любой стиль, любой темп, вообще что хочет, что там есть. Как это повторять, вообще непонятно. Вы понимаете, в чём прикол? Мне этот инструмент вышел намного дороже, чем указано. То есть, сам инструмент стоит 199 рублей, напомню вам, да? И ещё плюс батарейки за 55 самые дешёвые. Ну, их надолго ли хватит? Вот это вопрос. То есть, итого, 250 рублей стоит нам вот этот инструмент. По дизайну прям мне вообще понравилось. Волнейший бэдгай. А на самом деле, пока я что-то сидела тут, залипала, играла в эту штуку, я потом брала три аккорда какой-то восточной песни. Внимание! Три, три, четыре и. А, прикиньте, чё? Если ты играешь, в общем, что-то на этой штуке боем, да, вот туда-сюда теребишь эти струны, они западают в другие места, в другие отсеки. Вот, допустим, ко второй, к третьей у меня западал. А, что это? А, показано, что это брак, всё нормально. Эта штука не может быть бракованная. Вы это слышали ещё раз? Это была рубрика «Звуки из ада». До новых встреч. Сколько я ставлю этой штуки? Я ставлю 4,5 из 5. Всё, на больше я не способна. Почему снизила полбала? Потому что мне бесит эта наклейка. Она ужасна. В остальном всё круто. Если тебе понравился обзор на вот такую штуку, то я видела в Фикс Прайсе есть ещё барабаны, ещё есть весёлая пианино. Оно так и называется, весёлая пианино. Если прям тебе очень сильно зайдёт этот видос, то, пожалуйста, напиши в комментариях, нужен ли тебе такой разбор. Чтобы прям закупилась и сделала целый оркестр дома инструментами из Фикс Прайса. Клёвая вещь, клёвая. Я думаю, её надо будет подарить Пепе, чтобы она сидела и играла. Пепа, ты рок-звезда. Ну, а самое главное, решаясь, стала ли я рок-звездой, как этот пацан. Ожидание, да, внимание, реальность. Я думаю, что я всё-таки стала рок-звездой. Олимпийский скоро будет моим. Ну, а пока что в подъездах и... Переходах. Ну, и давай напоследок я сыграю тебе что-нибудь. Можно играть мимо струн, всё равно звучит кайфово. Ну, а если тебе понравилось это видео, то поставь свой, конечно же, лайк. Напиши в комментариях, на какой следующий инструмент из Фикс Прайса мне сделать обзор. Поверь мне, там есть много чего музыкального. Также можешь это скинуть видео своим друзьям, похихикать, похохакать. И самое главное, если ты хочешь поддерживать все мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Бусти. Например, вот эти вот ребята помогают мне делать клёвые видосы. Не, вот этот вот обзор, а вот прям разбор, делать теоретические видосики. И также весь раздачный материал они там же получают на Бусти. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Это ужасно.